Как зимой отапливались танки немецкие? Здравствуйте, вы на канале Миклуха Макфлай, меня зовут Олег, и здесь мы обсуждаем исторические темы. Те, кто хоть раз был внутри настоящего танка, наверное, понимают, о чем идет речь. Микроклимат внутри танка редко бывает комфортом, даже если за бортом приятная хорошая погода. Не так давно я задумался над этим вопросом, тем более, что ситуация в стране и в мире подталкивает об этом задумываться. Сейчас, что называется, история зашла на новый виток, и происходит примерно то же самое. Собственно, я подумал о том, как же отапливать танки. Позвонил в университет, где сам обучался, позвонил человеку, который больше всего разбирается в этом вопросе, моему преподавателю, который вел у меня историю Второй мировой войны. Звоню, говорю, Геннадий Владимирович, как отапливались танки? Ответ меня поразил. Он говорит, да никак. Никак они вообще не отапливались. Собственно, на этом ролик можно было бы и закончить. Но давайте все-таки попробуем разобраться. Сначала поговорим о немецких танках. На них штатные обогреватели появились только в 1944 году. И были эти те самые знаменитые немецкие пантеры. На первом этапе войны никаких обогревателей у немцев, естественно, не было. И тому две причины. Ну, во-первых, до этого момента, до того, как они пришли воевать в Советский Союз, воевали они в достаточно теплом климате Европы. И, соответственно, никакой необходимости в штатных отопителях у них не было. Ну, а во-вторых, и, наверное, самое главное, Москву они хотели взять до осени 1941 года. Все мы прекрасно знаем, что это должен был быть Блицкриг, и к октябрю немцы должны были разместиться на теплых московских квартирах. Но, как говорится, ничего не получилось. И да, зима 1941 года была фантастически холодная. Так, например, в Ельце 10 декабря 1941 года, это, кстати говоря, первый город, который был освобожден от немцев, 10 декабря 1941 года была температура почти минус 30 градусов. То есть, ну, буквально вот через две недели, представьте себе, минус 30 градусов. Немцы, мягко говоря, были в шоке от такой погоды. Но тут важный момент, нельзя говорить о генерале Морозе, да, и что он воевал всегда на нашей стране. Мне вот лично не очень нравятся вот эти рассуждения, что, знаете, вот рассуждения о генерале Морозе, они несколько принижают подвиг наших солдат. Потому что, давайте объективно, холодно было всем, да? Когда было минус 30, мерзли и немцы, и мерзли и наши. Поэтому вот за русских воевал генерал Мороз. Так он и против русских воевал. Поэтому, если коротко, разговор о генерале Морозе обесценивает подвиг русского солдата. Вот. Холодно было всем, еще раз повторюсь. И, естественно, немцы пытались согреться, и, естественно, прибегали к различным способам вот воспоминаний одного немецкого солдата о тех временах. Влага от нашего дыхания вскоре замерзала и превращалась в толстый белый длиной нарост. Если кто-нибудь из экипажа засыпал и прислонялся головой к стенке танка, то волосы фактически примерзали к ней, когда он просыпался. До определенной степени мы могли согреться, съежившись и дрожа всем телом. Также, по воспоминаниям немецких солдат, очень часто сооружали мини-печки. У каждого солдата был с собой маленький таганок, знаменитый эсбит. Обзор на него есть на канале, обязательно прикреплю ссылки в комментарии. Можно посмотреть, что это такое. Так вот, брали этот самый эсбит. Сухого спирта у немцев было предостаточно. На том этапе их отлично снабжали. У них было буквально все, что полагалось по штату. Соответственно, был сухой спирт. Были эти таганки эсбит, ставился эсбит, а сверху делалась конструкция, и сверху прикреплялся кирпич. Собственно, горел сухой спирт, нагревал кирпич, и кирпич был своего рода аккумулятором. Он набирал в себе тепло, и потом от него можно было греться. А вот еще одно воспоминание немецкого солдата. Для того, чтобы иногда хоть немного согреться, мы придумали зажигать большую керосиновую лампу. Когда проходили подготовку, нам строго запрещали даже курить в танке. И вот теперь мы докатились до того, чтобы на полную мощь сжечь керосиновую лампу, когда перед нами противник. Слава богу, что ни в одном из танков нашей роты ни разу не произошло несчастного случая из-за такой беспечности. Но были и другие побочные эффекты. К примеру, когда все мы впадали в дрему, тяга в лампе ослабевала, и она начинала чидить, как ненормальная. Мы все были похожи на трубочистов. Из-за копоти внутреннюю поверхность наших танков теперь уже едва ли можно было назвать белой. Воздух также оставлял желать лучшего. Сегодня я просто поражаюсь, что никто из нас не отравился ядовитыми парами. Но тогда у всех на слуху была избитая фраза. Никто еще не умирал от войны. Но многие замерзали насмерть. Отто Кариус. Тигры в грязи. В общем, если коротко, примерно так обстояли дела с обогревом внутри танков. То есть штатных обогревателей, по сути дела, не было. Справлялись. Солдатская смекалка и плохая макфлай. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok